Итоги недели Угрызают прямо по полной По еврейскому ГОСТу Я не знал, что такое существует Я тоже не знал А вы каширную водку пробовали? Чем отличается? Я всегда пытался понять Вино пробовал много раз С вином более понятная история Ну ладно, хорошо Я напоминаю еще раз, что теперь Согласно закону Когда должны принять на удаленке Можно будет пьянствовать Нельзя будет уволить пьяного сотрудника Смотрите, какие кайфы Я к вам надеюсь, буду приходить пьянствовать сюда Все-таки в студию Под колбаску Под кошерную колбаску Да под самогонщик Дмитрия Борисовича Орешкина Ой, он нам здесь принес Он во вторник взял подгон собственного изготовления Конечно К вопросу о прелестях удаленной работы Третьего перегона Не знаю, я еще не пробовал Градус какой Там не просто, это же клеводос Яблочный Яблочный Ой, она роскошная Интеллигентный В общем, сделал нам выходные Да, ну давайте, собственно Хорошо К делу, а то слюна пойдет услышать Ну а неделю нам сделал, естественно, господин Лукашенко Мы до него дойдем Уже не первую неделю он нам делает Спасибо, большое личное Гран-мерси Я все, помните, мы все думали Ну вот если Милонов исчезнет Из медийного пространства Он, кстати, и исчез в итоге Нет, он ходит на телепрограммы Ну мы не смотрим телепрограммы Есть вот, к сожалению, такое не даст Я-то смотрю, у меня профессия такая Ну, Александр Григорьевич зато просто затмил Нет, но Александр Григорьевич Он весь мир затмил, я бы сказал Да Солнце затмил с собой, да Про то, как он тайно инаугурировал в среду Мы расскажем, соответственно, когда дойдем до среды Начнем с понедельника И у нас есть всякие разные серьезные и любопытные новости В том числе Что я в понедельник отметил Президент Путин своим указом распределился Организовать в Росгвардии военно-политическую работу Ну, фактически вернуть институт политруков Они же комиссары Как следует из текста указа В положении федеральной службы войск национальной гвардии Будет внесено два изменения В целях укрепления и поддержания воинской служебной дисциплины И правопорядка в войсках нацгвардии Теперь будет организована политработа А именно будет организована военно-политическая работа Вот так написано Кроме того, будет организовано проведение мероприятий В области физической культуры и спорта Ладно, это не так интересно Что вы скажете по поводу института политруков Мы никак не могли понять Чем они там будут заниматься Я понимаю, что в советской армии были политруки Была какая-то идея Тожество коммунизма Мир во всем мире И прочее Нет, я бы по-другому поставил вопрос Не в советской армии А в армии В армии Потому что Росгвардия Это не армия, дорогие друзья Да, да Это министерство Вот это Самая большая разница именно это В армии и прочее Что в советское время Что не в советское Вот, потому что там Тогда были свои враги Америка, Китай, кстати Дорогие друзья Честно Многие не понимают В 70-е Нет Все 70-е И в 80-е годы Китай Главный враг Я помню Пели песню В военных лагерях После университета Перед тем, как сдавать Экзамен на получение офицерского звания Значит, военные лагеря Были Под Хавровым И мы там пели У нас была военно-строевая песня Значит, на мотив елого сабмарин Враг Ковалин Враг хитер Враг на Эльбе На Янзы Но дадут ему отпор Красной армии бойцы Звони Ем своим Всегда гордись Спецпропагандисты Потому что мы были Пусть факт Спецпропагандисты Это известно Что Мао обвинял тогда Хрущева В отклонении Мао Мао давно в могиле уже была Как известно В лице Мао А после Даманского И так далее Мы были лютые враги Лютые Я помню, как Ходили Бросать камни в китайское посольство В начале Ну что вы Главный враг был Так вот С армией проще Враги всегда найдутся И сейчас тоже Объединены Значит НАТО Фигата Польша И так далее А вот как быть С врагом внутренним Вот что интересно Как будут политруки Объяснять Росгвардии Кто их враги Кто Кто Вот назовите кто Те кто вышел на улицы Ну кто Ну вот Беларуси же все Обкатан сценарий Как-то же объяснили людям Как-то объяснили И оплатили наверное Да-да-да Совершенно верно Совершенно верно Нет-нет Просто заводили 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 Просто значит Что вот те которые Люди которые выходят Они ваши враги Ваши Вот смотрите что они хотят Они хотят там Они узнают ваши адреса Они хотят Преследовать ваших жен Ваших детей Они вас Будут вешать на столбах Когда придут к власти Вот вот что я ему говорю Их заводят так Чтобы они Чтобы глаз горел Чтобы они просто Бегали по ним С плетками С палками И с автоматами Ну наверное военно-политическая работа заключается не только в обозначении некого врага. Внутреннего и внешнего. Ну, если речь идет об МВД, это внутренний, конечно. Внутренний, конечно. Вот, но речь идет о каких-то ориентирах. Какие ориентиры будут даны? Положительные, я имею в виду. Положительные у нас один ориентир есть. Мы все его знаем. Вот он вот наш ориентир. То есть, в кабинете у среднего и высокого начальника два портрета. Путина и золотого начальника Росгвардии. Все, вот ваши ориентиры. А больше ничего не надо. То есть, Путин как национальная идея? Разумеется, разумеется. И не нужно действительно думать. Я помню, как значит, в свое время, во времена ООН и, значит, при Суворове Александра Васильевича значит, там значит, когда один из один из адъютантов от его императорского величества начал спрашивать при нем, а он ничего не мог поделать, Суворов. Потому что генерал-адъютант от двора прислан. Стал спрашивать солдата, ну что, братец, за что воюешь? Он говорит, за Богоцаре Отечество. И Суворову это не нравилось, потому что ответ-то был правильный. Но он вообще не должен думать, если он за что воюет. Тебя, собака, послали стрелять. Марш вперед, стреляй, и все. А думать буду я. Вот, в принципе, боец, которого послали стрелять, он задумываться вообще не должен. Вот это главная задача, чтобы не задумывался. Это, кстати, у Алданова написано. Плюс 7903-797-6333. Николай Карлович Сванидзе в студии Серебряного дождя. Друзья, буквально минута, и мы вернемся в эфир. Итоги недели с Николаем Сванидзе. Так, Николай Карлович, хорошо, давайте мы из нашей армии, из нашей МВД, точнее, переместимся в Крым, тоже наш. Неприятности там, водные. Достигли просто каких-то циклопических масштабов. Вслед за центральным Крымом без воды в понедельник осталась северная часть полуострова. Значит, кроме того, власти начинают вводить ограничения по подаче воды и на южном берегу полуострова. На данный момент по графику подачи воды живут Симферополь, Симферопольские, Бахчисарайские районы. Здравствуйте. 3 сентября введены ограничения в Алуште, Патерните и Маломаяке. В 29 селах Северного Крыма воды нет вообще, скважины пересохли, поэтому воду туда обещают доставлять цистерны, пока этого не произошло. В 39 поселениях Крыма, где с конца августа воду подают по графику, теперь наблюдается сбой в работе системы водоснабжения, ну и положенные 2 часа ее нет. Значит, вода в 45 многоэтажных домах города, это уже в Симферополе, не поднимается выше пятого этажа, и люди ходят с ведрами, самостоятельно набирая воду из баков, установленных в каждом квартале Симферополя и так далее, и так далее. Ну, я напоминаю, что Украина перекрыла воду Крыма. Значит, друзья, это все следовало ожидать. Бачила очень шокуповала, значит, это называется по-украински. Когда Никита Сергеевич Хрущев передавал Крым Украине, за что его, значит, сейчас подвергают астракизму сельским нехорошим словам после войны, у этого было несколько поводов у этого решения. Ну, во-первых, никто об этом не узнал тогда, потому что это было совершенно неинтересно никому, все это было Советским Союзом. Он мог отдать Эстонии, Узбекистану, кому угодно. Никто внимания не обратил. Но он отдал Украине. Почему? По двум причинам. Одна субъективная, это его как бы личные долги перед Украиной, где он был первым секретарем и так далее. Хотел, так сказать, погладить по голове. Но главное, совершенно прагматическое, водоснабжение Крыма, которое... Украину из Украины, именно. Это прямая связь. Поэтому логичнее было с его точки зрения, и это правильная точка зрения, чтобы полуостров принадлежал Украине. Это было абсолютно логично. И он это сделал. На что тогда, повторяю, никого внимания никто не обратил, Верховный Совет СССР подписал, и все. Вообще об этом даже, по-моему, в газетах, вероятно, не сообщалось. Я сейчас не помню уже. Вот. И вот мы сейчас с этим столкнулись. Значит, для того, чтобы продолжалось водоснабжение Крыма, должны оставаться нормальными наши отношения с Украиной. Если бы они были нормальными, проблем бы не было. Неважно, у кого Крым, идет водоснабжение и все. Но поскольку у нас с Украиной вражда не на жизнь, а на смерть, они говорят, ваш Крым? Окей, ребят, хорошо. Вот вы его и снабжайте, раз он ваш. А нам не до того. Да, Крым ваш, вода наша. Да, совершенно верно. Вот и все. Вот и проблема. И, насколько я понимаю, нет никаких там более-менее простых вариантов решения? Простых вариантов там практически нет. Все равно нужно либо договариваться с Украиной, либо с силой решать проблемы, но с силой чисто военной. Почему на самом деле в свое время, когда брали Крым в 2014 году, уже в 2014 году, когда брали Крым, сразу же решили идти на Киев? Потому что, ну, во-первых, там были геополитические, русский мир там и так далее. Значит, одного живем, давайте сейчас порвем на груди рубаху, возьмем сразу все, что можно. И Одессу, там, и Днепропетровск, все на свете возьмем. Но еще одна, еще немаловажное основание было, Крым, он без водоснабжения, он, в общем, как бы так, наполовину свой. Поэтому нужно, если ты берешь Крым, нужно обеспечивать. Но это не было сделано. Слава Богу! А почему, как вы считаете? Почему не пошли? Да. Я думаю, что сработал, сработал инстинкт самосохранения у Путина. Он понял, что ему доложили, и он понял, что не будут встречать, бросая вверх щепчики с радостным визгом, что восточная Украина, это не западная Украина, но это и не Крым. И они, то есть, более-менее, даже с людьми к нам относились тогда, до тех пор, пока мы к ним не лезем. Как только мы к ним прилезем, там будет просто, просто гражданская война. То есть, не гражданская, а партизанская. И мы получим по полной программе. Потому что армия, конечно, была украинская против нас бессильна, разумеется, но 40-миллионный народ, извините меня, дойти до Киева не проблема, а как потом все удержать в спокойствии. Вот это проблема. Я думаю, что он-то понял. Надеюсь, что причина именно эта. Кстати, про... Всегда хочется рассчитывать на здравый смысл. Ну, разные простые версии выдвигаются. Да, ну, вот одна из доминирующих по каким-то причинам в последний момент решение было отменено. То есть, оно как бы было... Появилось ДНР и ЛНР. В последний момент, друзья, правильно, потому что ведь проголосовал Совет Федерации уже за это. То есть, оставалось просто... Я ждал, и не только я, мы ждали с минуты на минуту сообщения просто информационного, что российские войска перешли границу с Украиной и идут на спасение украинского народа. Вот тут хунты фашистские. Но это уже фактически война. Война, конечно. Это фактически война. Все-таки Крым был обставлен как волеизъявление жителей региона. Были, конечно, эти самые человечки, вежливые люди. И потом подтвердилось, в том числе, у Сами Путина, кто были эти вежливые люди. Хотя и так было понятно. Но войны не было. А здесь была бы война, конечно. Там был бы референдум, там были как бы формальные юридические процедуры. Очень, очень, на взгляд, мирового сообщества сомнительные. Но, тем не менее, они были. Ну да, потому что это Украина унитарное государство, и нужно было в любом случае голосование Верховной Рады, которое бы подтвердило выход территории состава Украины. Этого, естественно, не было. То есть вы в Украине забыли спросить. Да. Значит, а потом сам референдум вызывает мягкую сказку. Да, что, собственно, дорогие друзья, и лежит в основе наших нынешних враждебных отношений с Киевом. Несомненно. Но при этом... То есть про Крым нельзя забывать. Это, понимаете, тот вот, знаете, осколок, осколок, который лежит под сердцем до сих пор, так сказать, который не достали и который до сих пор портит здоровье. Да, да. Но при всем при том, надо стоит признать, что в тот момент, во всяком случае, конечно, подавляющее большинство населения... Крымчан были за... И россиян... И до сих пор так. И до сих пор так. И подавляющее большинство крымчан, и подавляющее большинство россиян. До сих пор так. Но просто объективная реальность такова, что цена этого согласия, она очень велика. А как вы считаете, вот подобные... Несмотря на то, что много проинвестировано сейчас уже в инфраструктуру Крыма, я не только про мост в целом, там про дороги, про то, про все, про пятое-десятое, значит, но довольно много проблем из-за собственности, из-за того, что Москва стала там, перераспределять, собственно, из-за фактически двойной юрисдикции. Двойной юрисдикции, а потом вопрос там по турпотокам, и самое главное, вот эти, например, водные проблемы, насколько они вообще в целом, на ваш взгляд, влияют на настроение внутри Крыма? Я думаю, что постепенно влияют. До сих пор, конечно, еще значительное большинство крымчан довольны. Хотя они не довольны ситуацией, но они как бы отделяют свои практические проблемы от того факта, что они теперь принадлежат России. То есть, что мы принадлежим России хорошо, а что проблемы, это плохо. Но не связывают между собой эти два обстоятельства. Когда начнут связывать, тогда, конечно, там изменится настроение, я думаю. Да. Ну, добавили денег приличные пенсионеры, мы всем, но с другой стороны, сильно выросли цены. Да-да-да. Там у всех положительных моментов есть и отрицательная, так сказать, сторона. И потом вот эта двойная юрисдикция, она приводит к отсутствию юрисдикции международной. Они кто? Они по нашим законам принадлежат нам, по международным они принадлежат Украине. И, следовательно, они для мирового, так сказать, права, они как бы не субъектны. Это, конечно, очень неприятно. Да. Кстати, про Владимира Владимировича. Значит, президент Путин во вторник, это, конечно, веселая история, в телефонном разговоре с своим французским коллегом Макроном, ну, это было еще, на самом деле, 14 сентября, просто во вторник стало известны детали, прокомментировал ситуацию с отравлением Навального. Эти детали публикует французская газета Le Monde. Сегодня правительство Франции, значит, Есейский дворец, точнее, начал официальное расследование, каким образом данные смогли утечь сеть. Они не отрицают того, что все, что и звездное в Ле Фигаро, в Ле Монд, простите, оно соответствует действительности. И даже наши уже не отрицают. Они говорят, что допущены неточности возложения. Хотя изначально вообще говорили, что чуть ли не никакого разговора не было. Ну, тем не менее, значит. О чем идет речь? По данным Ле Монд, значит, российский лидер высказывался о Навальном как о симулянте и нарушителе законов. Говорил о нем с презрением, называл его простым баламутом в интернете, который ранее симулировал разные болезни. Или другой вариант перевода с мутьяном. С мутьяном, да. А также совершал незаконные действия, использовал фонд по борьбе с коррупцией, чтобы шантажировать некоторых депутатов и чиновников. Также, по словам президента России, сказал, что надо изучить другие версии, случившиеся с Навальным. Например, одна из них связана с Латвией, поскольку изобретатель отравляющего вещества новичок якобы живет именно там. По словам Путина. Песков уже прокомментировал, что президента дезинформировали. Изобретатель новичка не живет в Атрии, а живет в Америке. Господин Мирзаянов, да. Значит, также, по данным Лемонт, Владимир Владимирович не исключил, что Навальный мог принять яд сам. Вот это наиболее экзотическая версия, прямо скажем, которая, значит, Макрону сразу очень-очень понравилась. Потому что он, по-моему, уронил челюсть, а до сих пор не нашел Макрон. Когда он слышал о том, что, значит, Навальный сам себя отравил ядом, помните, на этом заканчивается, как известно, значит, трагедия Пушкина Борис Годунов. Именно так. Дети Годунова отравили себя ядом. Народ безмолвствует. Как обычно. Вот, значит, Макрон тоже безмолвствовал, но при себе, видимо, подумал, что версия очень оригинальная, То есть Алексей Анатольевич Навальный сам себя довел почти до смерти, чтобы доставить неприятности Кремлю. Как к нему не относиться? Да, но сегодня, кстати говоря, прости, что я перебиваю, сегодня же все еще и обсуждают комментарии вчерашние Леонида Ринка, это вот человек, который один из создателей этого самого новичка. Который продавал бандитам этот новичок. Да, но при этом он же что сказал? Он говорит, действительно, сейчас новичок можно изготовить в любой лаборатории, именно потому, что господин Велмер Заян в 2008 году опубликовал книгу, в которой он якобы слил как бы и состав, и весь процесс создания новичка. Да, при этом тот же Леонид заявил, что когда вот Мерзоянов приносил извинения перед Навальным, это было как раз в прошлую, там, в прошлый четверг, неделю назад, что, дескать, он вообще никакого отношения почти к этому веществу не имел, он занимался разведкой, а не, так сказать, они непосредственно участвовали в разработке формулы, и вообще все формулы, которые он опубликовал, они с ошибками опубликованы. Ну, поясни, дорогие друзья, чтобы не пошла голова кругом у наших слушателей, есть в публичном пространстве нынче действуют два автора новичка. Значит, один, это вот этот вот господин Ринг, Ринг, да? Он там не один, их несколько. Леонид Ринг, который у нас, значит, который в свое время продавал бандитам, значит, новичок, и который сейчас просто не сходит с телевизионных экранов, а второй, это Вилдмир Заянов, который живет в Штатах, который извинился за то, что он создатель новичка перед Навальным, и который, после того, как Мария Владимировна Миронова, извините, Захарова, прошу прощения, сказала, что новичок у нас никогда не изготовлялся, он опубликовал просто, значит, непосредственно секретное, но разрешенное к публикации уже давно, как я понимаю, надеюсь, секретное фото документа о производстве новичка у нас. Более того, там же эта история еще получила продолжение. Действительно, Мария Захарова, официальный представитель МИДа, выступает, вот Russia Today, значит, публикует ее выступление о том, что, значит, новичок такого яда никогда в Советском Союзе не разрабатывалось. На следующий день господин Нарышкин выступает и говорит, глава СВР, все запасы новичка в разработанном в Советском Союзе уничтожены, это два государственных человека из двух ведомов. Разработок не было, но разработчики есть. Да, да, воприкует две взаимоспечающие. Во-первых, я невинная девушка, во-вторых, у меня от секса болит голова. Именно так. Значит, как к Навальному не относиться, человек, он с чувством юмора, и он, я посчитаю его ответ, с вашего позволения, на версию Владимира Владимировича, хорошая версия, считаю, что заслуживает самого пристального изучения. Сварил на кухне новичок, тихо отхлебнул из фляжки в самолете, впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что если Минздрав будет наставить, чтобы меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли этого сделать. Помереть в Омской больнице и оказаться в Омском морге, где установили бы причину смерти, пожил достаточно. Вот, конечно, цель моего хитрого плана. Но Владимир Владимирович меня переиграл, его просто так не проведешь. В итоге, я как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась. Ну, в общем, примерно так, да, примерно так. Да, выглядит это все со стороны, конечно. Нет, ну, здесь, конечно, поразительно, что президент лично предположил в разговоре с президентом другой страны, Франции, что Навальный сам себя отравил ядом. Вот это сильно, конечно. Да, да. Если это правда, но, вот, еще раз, никто не опровергает. Разговор был, по всей видимости, большая часть его содержания соответствует действительности, поскольку комментарий Пескова был достаточно обтекаемый, что вполне возможно были некоторые, некие неточности, или как-то так он заявил, что неправильным были и протрактованы мысли президента. Он сказал, что газета «Лемонт» была совсем неточна в переданных формулировках и добавил, что Кремль, цитата, не может поверить, что Елисейский дворец сознательно слил в прессу запись беседы. Это уже претензии другого рода. Это уже претензии, это не важно, не важно. Но это уже претензии к сливу, а не к содержанию. Это к факту слива. Но факт остается фактов. Владимир Владимирович произнес фамилию Навальный. Я не уверен в этом. Известный отравитель отравился сам. Все нормально. Или смутьян, или там... Нет, подождите, он же когда его назвал известным баламутом в интернете. Баламут отравился сам. Все, принимаю. Вполне возможно. Хорошо. Переезжаем в среду. Николай Игоревич, главное событие среды, сейчас мы его затравим, вы прокомментируете, это, конечно, то, что Александр Григорьевич в обстановке строжайшей секретности все-таки проинагурировался. Поскольку должен был провести инаугурацию до 9 октября. Вот называлось несколько дат. Наиболее вероятное 27 число. Но, кстати, он сделал это 23-го. Значит, белорусские власти... От нетерпения просто. От нетерпения. Не стали... И более того, это будний день. Я напоминаю, среда. Белорусские власти не стали официально объявлять дату церемонии до последнего вводили в заблуждение журналистов и общественность по поводу церемоний. Причем всю. Всех. Значит, госагентство Белта сообщило о вступлении Лукашенко в должность президента Белоруссии постфактум, когда церемония во Дворце Независимости заканчивалась. На официальном сайте президента во время церемонии не было никакой информации о его вступлении в должность. Единственное объявление от 23 сентября в разделе события поздравления короля Саудовской Аравии с национальным днем его страха. Согласно закону о президенте Республики Белоруссии, это важный юридический момент, поскольку есть прописанный закон, церемония принесения присяги транслируется в обязательном порядке по республиканскому телевидению и радио во время инаугурации по госканалам по государственным телеканалам шли сериал. От черта лысого, да. Государственный телеканал Белоруссии 1 посвятил сюжету об инаугурации две минуты, при этом не показал кадров из Дворца Независимости, а текст присяги вместо Лукашенко зачитала ведущая новостей. Которая по всей видимости должна теперь занять пост. Получается, что да. Коллеги, давайте так, вот сейчас через пару минут буквально мы вернемся к обсуждению тайны и инаугурации Александра Лукашенко. Друзья, оставайтесь под серебряным дождем. Плюс 7 903 797 6333. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok